Всем, Куся, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Risco Frame 2, в мод Star Storm 2, третья серия прохождения этого мода, очень позитивно, много было в комментариях, ребят, огромное спасибо за актив, всем, кто его проявляет, очень рад, что вам тоже нравится его прохождение, будут моды, собственно, и дальше пока что, по крайней мере. Так, у нас в прошлой серии был враждебный команды, еще есть немножечко, скажем так, какие выводы я хотел бы после прошлой серии из комментариев в том числе подвести, но об этом мы поговорим в серии, я думаю, в процессе. Сегодня у нас будет второй новый персонаж из этого мода, добавленный, это у нас Палач. Мы также пока что, ребят, будем на Монсуне играть, а вот в следующей серии мы уже поиграем на Тайфуне, попробуем уже и его. Палач, это выживший в стиле высокий риск, высокая награда, сосредоточенный на совершении бесчисленного количества убийств. Блин, высокий риск, высокая награда, всегда стрёмно с таким играть не бывает, когда там перст от малого хп играет и еще чего, посмотрим, как здесь реализовано. Используйте служебный пистолет, чтобы набрать несколько убийств, заряжая еще более мощный ионный разряд с каждым убийством. Ага, то есть у нас какие-то заряды, закилы даются, а потом у нас ультуем мы, короче говоря, сверки, наверное, небось. Вы можете либо нажать на кнопку ионного разряда один раз, чтобы сделать несколько выстрелов, либо удерживайте ее, чтобы полностью разрядить все выстрелы. Ага, то есть у меня там разряжение... А, смотри, закилы мы получаем заряды, и мы можем либо несколько выстрелов разрядов этих выпустить, а можем прямо как из пулеметной мифигачи, я понимаю, наверное. А, или просто все сразу за раз. Казнь. Превосходный навык для нанесения урона как по толпе, так и по одной цели. Не забывайте о том, что его урон зависит от того, сколько целей она атакует. О как. Если вам угрожает толпа врагов, рассеивание толпы может быстро избавиться от хвоста. Так, его навыки. Это кровавая бойня. Единственный навык, который у нас здесь не переведен, я так смотрю. Убийство врагов. Inflicted with fear. Reduce all skill cooldown by 1 секунду. Кажется, если я правильно понимаю, убийство врагов, которое у нас со страхом каким-то, сбрасывает нам cooldown на 1 секунду, снижает. Страх это что такое, я не знаю. Ну, типа, что за статус такой у нас. Служебный пистолет. Выстреливает из пистолета, то есть это его пассивка именно. Выстреливает из пистолета, нанесят 300% урона. Это его ЛКМ, да. И он на разряд. А, и он на разряд это по КМ, получается, да. То есть он от по КМ играет. Перезарядка. Это, наверное, означает то, что он не может использоваться... То есть у него не cooldown, у него именно что... Получается... Надо заряжать его при помощи... А, я не черт его знаю. Заряжать при помощи убийств врагов. Наверняка у него все-таки можно как-то его использовать и без этого. Потому что на боссе, на Митрикс, например, я не смогу его вообще использовать. Так, перезарядка. Разряжает до 5 пуль, каждый из которых наносит 380% урона. Расходует до 5 зарядов за каждое применение. Пока не особо понятно. Но убийство врагов восстанавливает заряды этого навыка, в зависимости от силы убитого врага. А, от силы убитого врага еще, скейтс, не от количества. Даже. Но вопрос... У него должно быть какое-то минимальное значение, я надеюсь. Потому что на Митрикс я же должен как-то их использовать, наверное. Хотя у Кэпа навыки там, которые не работают на некоторых локациях, никого не волнует ничего. Правда, на Луне, по-моему, работают они. Рассеивание толпы совершает рывок вперед, накладывая страх на врагов поблизости на 4 секунды. Ага, то есть у нас наш шифт как раз-таки страха накладывает. Пораженные враги перестают атаковать и убегают, а также получают на 50% больше урона. Ого! 4 секунды страх накладывается. Они будут разбегаться? Блин, черную друбу, наверное, тогда. Это персонаж дальнего боя, получается, да, в первую очередь, наверное? Чего-то узнают, пока что на 7 ясно вроде как пистолеты. А вот это вроде как враги поблизости. Вопрос, какой радиус? И казнь. Пробивание, то есть насквозь. Кара. Что такое, Кара? Не знаю. А, там, справа. Совершает прыжок в небо с последующим ударом по земле ионным топором на 1200 процентов урона. Успешное убийство удваивают силу перезарядки дополнительного навыка. А, типа у нас там было две пули, например, или там два зарядки, это станет 4, да, я так понимаю? Наверное, не знаю, не уверен. Пробивание. Навык носит больше урона. Зависит от скорости вашего движения. А, вот что значит пробивание. Ну, это мире атака получается, да? Типа удар такой по области. Икара. Наносит удвоенный урон, если поражено не больше одной цели. То есть от скорости бега скейлица, от скорости движения, оно не как этот сам, не как этот стомпер работает, с учетом, потому что он, скажем, совершает прыжок в небо с последующим ударом по земле. Чем быстрее падаю, наверное, имеется дуэт и скорости. Правда, как этот стомпер механик переработает, там от расстояния зависит теперь. Так, ну мы используем его основной навык, соответственно. 0 секунд кулдауна, здесь 10 секунд кулдауна, нехило так. Может быть он... Как у нас там сказано, убийство врагов под страхом. Спрос на кулдауна. То есть мы должны пугать врагов, а потом их хреначить еще. Совершает рывок вперед, накладан на страх на врагов. Часто 7 секунд кулдауна, здесь 10 секунд кулдауна, соответственно. И скины у него вот такие, ребят, если что. Ну мы пойдем со стандартным скином, наверное. И давайте начинать, посмотрим. Вот это интереснее уже звучит. Вот это как-то необычно. О, выключен резко, сложнее локация, первое. Ну ладно, у него обычная капсула, он с обычной капсулой появляется. У него пистолет в руках. Часто, наверное, по палачу меня ассоциирует с обычными топором, с чем-нибудь таким. Ага, вот, я видел заряд сейчас. У нас в ПКМА 10 заряда сейчас имеется. А, у нас получается 10 максимум, мы за раз 5 выстреливаем. Если используем дважды его. Пулеметчик такой получается, да? Оп. Один. Пока что не понял. У нас несколько ПКМА что ли, или что-то, видите, там один. А, или стоп. Два, их 10, хотите сказать? Я за киллы восстанавливаю, а собственно кулдал у него такой долгий. Ну у него получается есть особая своя механика. Так, вот это у нас как работает? Ни хрена себе. Красивый шифт. И он должен пугать врагов. Они будут разбегаться. Блин, а он, кстати, такой, знаете, более классический шутер, как будто бы с него стрельба. А что мне так больно бьют? Настолько больно. Что-то я вообще не ожидал сейчас. Так, у нас есть... О, ракета хорош. Приятно такой дробь вполне. Труп лимурианца. И, ребят, я отключил мод, если что, который у меня подсвечивал... Не подсвечивал, который удалял у меня сундуки всякое. Дело в том, что именно он как раз таки подсвечивал все. Честно, я не знаю, мне писали некоторые, что у них такого эффекта нет. Но у меня, реально, я его убрал. У меня подсветка сундуков и прочее, оно исчезло. Просто мне это было не очень удобно. Я понимаю, что он как бы должен помогать. Но я предпочел без этой опции. А отключить ее в настройках я не нашел. То есть я не нашел, что там в настройках была какая-то особая дополнительная опция. Этот шифт нам, во-первых, сбрасывает урон от падения. Получается, он немножечко тебя вверх толкает, но не сильно. То есть прям не стоит себе прям на это полокаться как-то. Наверное, основной дамаг мы будем с ПКМ наносить. Но для того, чтобы на него сносить, с него надо будет еще... Ага, на этих врагов наложился сразу, смотрите. То есть область даже на верхних врагов, на врагов, которые сверху, как-то на них тоже достает. Почему так, блин, больно? У меня с каких-то мелких ударов так много ХП сносится. Что ж непривычно? Может, я просто не знаю. Как-то не обращал никого внимания или забыл уже. У него, кстати говоря, видите, я стреляю немножечко косо, как будто бы, да, а все равно попадаю. У него есть, как и у других персов тоже, но здесь это особенно чувствуется так. То есть у нас снаряд не совсем вот в эту точку стреляет, он немножечко по бокам тебе тоже, ты по порогу будешь попадать, если немножечко криво стреляешь даже. Окей, у меня есть мясо, я бы на самом деле предпочел бы что-нибудь еще взять. Вот, там был сундук. Не знаю, получится так. О, получилось нормально. Так, где у меня могу есть? Один. Дальше надо дальнего пробежимся, потому что этот я еще явно скорее всего соберу попозже. Пускай у меня лучше мог здесь появиться. Так, я еще яркую и не использовал его. Вау. Я специально оставлял его на потом, потому что предполагал, что эта ульта будет интересно достаточно выглядеть. Так, окей, у него какой-то такой прям прикольный выглядит взмах топором. Ух ты, перышко есть. Со старта. В прошлый раз я перышко долго искал, я помню. Вообще навыки интересные. То есть у этого перса чувствуется свой прям определенный такой стиль. Своя механика новая, которой не было аналога, по-моему, в игре раньше какого-то. Так, ну сначала немножечко еще принородиться к этому персу, потом уже немножечко пообсуждаем еще и то, что у нас было в прошлой серии, в общем-то. Так, погнали на босса. Специально ракетницу не тратил. Сейчас попробуем. Так, сначала надо шифтом долбануть, да? Ага, королева сверху. Шифтом долбануть, потом уже всем дамажить. Держи. Нихрена себе выдали дамага. Интересно, он от меня как-то бежать будет, нет? Или не атаковать? На боссов это работать будет? То есть они как бы страх на них накладываются, дебаф накладывается. А вот будет ли они атаковать и нет? Блин, ну мне эстетически эрка очень нравится. Она прямо омега кайфово выглядит. Очень интересный такой эффект. Проработанная прямо, знаете, такая анимация. У этого перса есть только альтернативный этот самый, как его, альтернативный ЛКМ. К сожалению, только один навык. Но я думаю, что все равно мы на него посмотрим, просто потому что я бы хотел еще серийку за эту перса поиграть. Даже если у него нет альтернативного навыка. Он может хороший дамаг выдавать, надо сказать. Хороший, но перс при этом по большей части дальнобойный. Но у него, блин, эрка есть такая. Она настолько хороша, настолько интересная, что она против толпы, в первую очередь, наверное. Против толпы, либо против... Ну, против толпы, считайте, я могу... Просто это удобно. А против одиночной цели мне не так страшно находиться с ней, собственно, рядышком. То есть это у него есть такой хороший баланс. И по толпе фигачить и так. И надо сказать, что здесь шутерская часть рора, наверное, больше открывается с этим персом, потому что большинство персов у тебя, ну, не так важен, а им, наверное, как у этого. Плюс-минус. Это с одного клика, кстати. Я просто не до конца понимаю. У меня пять зарядов вот этих тратится, то есть которые вот по две секунды каждый завоснаживаются, да? Вроде как, прочитал, как вы описали, да? Но не до конца сейчас могу объяснить, почему я тут задаюсь с такими вопросами. Вот вроде как один растил был сейчас, да? Да, сейчас один растил. То есть, получается, он по пять тратит каждый из них на... О, кстати, у меня те ботинки, которые наносит урон по области при прыжке. Прикольная штучка такая, я с ней как-то ее так встречал, но встречал ее под конец. Шифт с большим кулдауном. И он достаточно удобный. То есть мне бы, я бы не отказался бы от движка. Если что, так, блин, сундуков, кстати говоря, хорошо навалил на первом этаже. Не знаю, зачем я это открыл, потому что я не планировал ничего сейчас брать. Даже новый предмет какой-то я бы сейчас вряд ли бы стал брать. Лунарный. Ракета на ракету. Так, ну давайте последний сундучок тогда отправим. Сундучок, точнее, даже вот это. Все, нет, ничего. То есть такой тоже персонаж комбинирует мили и рейндж. Он и пугает врагов. И в это время, блин, они будут разбегаться, соответственно, мне по толпе будет сложнее ударить. Вот этим топором. Но топор выглядит прямо, мое почтение, очень эстетически кайфово. Если я выше подпрыгну с перышкой, а сильнее ударили топором? Потому что такие скейлы, они не совсем до конца понятны, как тут разогнать урон, а как скорость в воздухе. Она не, это не скорость, которая у тебя во скорости перса, это скорость именно выпадения. Я так понимаю. Чпуньк. И, соответственно, именно с эрки я в первую очередь буду прокать банды свои. Так, тут есть пули, есть доп.пкм. Я не уверен, что там перс нужен доп.пкм, потому что у него их 10 сейчас находятся, получается. Можно вам что-нибудь скинуть, если я этот сам как его. Сейчас попробуем его. В принципе, он, когда какой-то живный моб появляется, мы как раз таки разряжаем свой пкм. Удобно вполне. И мощно. Блин, интересный стиль, я скажу, действительно, мне вот очень нравится даже. Сразу у него схода такая идея, знаете, не гибрид какого-нибудь перса, он совершенно ни на кого не похож с лету. Абсолютно. Причем. Вот так. То есть shift, потом бац, например, влететь в толпу shift-ом, или наоборот, начать от нее отходить, или знаете, как сделать, например, даже можно попробовать. То есть я сразу в толпе нажимаю shift, я особо далеко не убегаю. Я просто им пугаю мобов, чтобы наложить на них дебаф. Чтобы они получили больше урона, и потом их р-кой сразу же добивают. То есть shift и сразу р-ка. Такой вариант ротации навыков. Тоже как вариант вполне. Накопили, соответственно, очков. И у нас становится мощный и пкм. Какой вот пулеметик. Но на самом деле перс от него не так жестко зависит, как я изначально подумал. Там, кстати, там, по-моему, гора была, да. О, the sun starts blazing. Мне писали, что, может быть, эти события, это просто события грозы, но на разных локациях. То есть он как бы аналогичный эффект абсолютно. Но я даже не знаю. Ванской локации там стерилизованно было, такой дым появлялся. Насчет какой-то на мобах баф, я не знаю. Все равно это моби, смотрите-ка, на нем не было бафа. Когда была гроза, на мобах был конкретный баф. То есть, наверное, это все-таки возможно, что события разные. Ядра сочувствия. Если бы здесь была бы королева жуков, она дала желтый примет, я бы скинул это. За титаническую шишку я бы не стал, наверное. Так, давайте, ну что, куда-то покроем, что же там. То есть я не знаю, что этот дымов делает. На огненных врагах тоже у нас... А, нет, смотрите-ка, судя по всему, солнце горит, все враги огненные... Либо все враги, либо повышенный шанс на огненный... Потому что там у меня был ледяной барак еще. То есть все-таки событие другое. То есть событие на или так явно. Как у нас было перегруженное, перее... Еще что-нибудь ледяное, кстати, событие у нас было еще в том числе. Скорее всего, так. Блин, надо было, значит, надо было открыть големы и посмотреть, какие големы будут. Если там были бы элитные големы, это было бы интересно. А ты что сразу меня... Блин, во-первых, мне не повезло, что их три. Сильно не повезло, что их три. То есть такой таймер, знаете, когда у тебя вот... Пограничная. Без горы был бы один, с горой сразу же три. Потому что их там, на самом деле, полтора. С горой вот так меня округлило. Неудачно. Ну ладно. Прекрасно, что я же не выйти из зоны телепорта в некоторое время. Одного вынесли. Из босса, соответственно, нам дают гораздо больше этих очков. Приятно. Так, давайте прячемся за этого. И, кстати, смотрите, я ПКМом разряжаю в босса, а потом он мне сразу дает целую кучу душ. У меня снова мой ПКМ активен. Очень интересный стиль игры, слушайте. А вот ситоническая шишка, отлично. Но себе я ее оставлю, потому что это все-таки жесткий реген. Я даже сочувствую мощная штука вполне, но не знаю даже. Ох, блин, как мне этот перст нравится, слушайте. Вот честно, мне, в принципе, понравился, как команда выглядела, да? Стилистически. Но вот это, на первый взгляд, впечатление оставляет больше, явно. Потому что там были более-таки схожие все-таки моменты. Что касаемо того, перст, я хотел сказать, что, в принципе, да, большинству понравился этот персонаж. Но действительно, если так задуматься, как я писал на у человека в комментариях, если критически так порассуждать, то он действительно чего-то такого прям концептуально нового не вносит. Потому что у него... Как бы спрайт у него получается, как у команда. Оружие... Напоминает чем-то оружие бандита, кстати, или пистолет, да? Знаете, такое вот, как его. Отчаянный вот этот вот. Меч, соответственно, от наемника. У него основная атака похожа на наемника. ПКМ у него похож на бросок кинжала бандита. И тоже, кстати, дает кровоток, но кровоток другой. Но при этом, как бы, это тот же кровоток. У него как бы механика такая же, просто урон скил и другие. Он отдельным бафом считается. Дебафом, точнее, на враге. Шифт у него похож на первый шифт команда, но при этом в конце с анимацией, как у наемника. То есть тоже такой получается некий гибрид в этом плане. Так, это что? Воспользование на месте дает эффект. Я, наверное, продам это, потому что мы это видели. В принципе, это предмет. Но и, вряд ли, он у меня сейчас будет работать как-то. А семечка тоже скину. Вряд ли я буду использовать. Ну, точно, он будет работать, но слишком незначительный бонус. Я даже петарды, наверное, не буду скидывать, кстати, пока что. Они мне. Хотя, надо ли? Мы и так, наверное, нормально расчищаем врагов всех. Так, глупо. Варбаннер еще надо, вот что. Варбаннер скинем. Так вот, шифт получается тоже так похож на первый от команды, но при этом в конце анимация как у Мерса. А его эрка это как второй ПКМ команда, но усиленный. Такой в совершенной версии. То есть, как бы, в целом мы видим все то же самое плюс-минус. Ничего такого новенького. Он, как бы, играет все равно органично и прикольно смотрится, выглядит. Но не так свежо, знаете, как вот, например, Паладин на первый взгляд. Ой, как Палач на первый взгляд. У Палача у нас отдельная своя такая особая механика. И страх, и с ПКМом что-то новенькое у него, и навыки комбинируются интересно. То есть, совершенно другое, полностью. Полностью едина-другая. О, паники, 7 пустоты. Окей, нормально там разгашиваем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот, конечно, третачить, знаете, так в роли чисто на стрельбе. Это надо понимать, ребят, что это не шутер все-таки. Тебе, конечно, навыки из игры, из шутеров тебе дадут к ним. Такой, знаете, пользу здесь. Но это совершенно другие, другая игра здесь, в другой собственности. На другой акцент. Ты можешь практически не уметь стрелять, но хорошо играть в рорт, например. Так и наоборот. Ты можешь хорошо играть в шутеры, но можешь не справляться с рором, например. Блин, ракета приятная, конечно, что меня навалили здесь. Так, у меня сколько малов осталось? У 4, вообще-то много. Тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. Так, только не голем. Окей, отлично. О-о-о, голем красненький, э-э, в этом смысле. Смотрите, у него отключилась атака, по-моему, как только я его ударил. Как только я его... Опаньки, гласил, wind blows in. Окей, понятно, у меня мороз. Похоже. Давай аптечку. Там, конечно, был... Был кристалл, который нам на миле атаку срабатывает. Был еще хороший предмет, но аптечка у меня сейчас на реген очень даже в тему будет, я думаю. Мало я так... Всегда, когда, знаете, портал, как его этаж с... Давай вот это. Когда этаж с теми пустоты, всегда очень много денег и забываешь вообще лутаться. Вовлекаешься с этим. Фрукты я не буду брать, наверное. Так, это у нас что такое? Сюрикены, кстати. Блин, насчет сюрикенов не знаю. А я бы хотел... А ладно, давайте пускай будет. Я бы хотел просто все-таки больше... Эркой свои банды прокать. Но не знаю, когда они у меня, во-первых, будут. Во-вторых, все-таки... Я все равно могу их прокать так. Пускай будет даже два. Типа, сюрикены хоть плохо стакают, но... Не так эффективно, да, как хотелось бы, возможно. Но пойдет. Не знаю, короче, когда у меня будут банды, да и... Я могу просто сюрикены... Когда у меня банды откадешатся, я могу просто сюрикены не прожимать в тот момент. Попробовать. Мог больше, я бы сказал, что не на боссов. Точнее, как на локации идеально. То есть не на финальных боссов таких-то, да. Либо на финальных боссах, где есть еще и враги, и врагов прям так нормально. А таких у нас особо нет. На Медрике, конечно, появляются, но это недостаточно. А так, получается, он сбрасывает кулдауны. Он набирает себе, усиливает ПКМ. Заряжает его по новой. То есть много преимуществ получает именно от массового количества убийств. Опс, X4 стимулятор. А, это нам, который... Блин, если честно, стремно, потому что я не уверен именно, как это будет работать на боссе. Нет? Я не знаю, он будет атаковать меня или нет. Мне хочется проверять лишний раз. У меня один вопрос еще. А где музыка? Я сейчас понял, что у меня нет музыки. А, во, теперь появилось. Возможно, что баги какие-то моды, либо, я даже не знаю, скорее всего, именно так. Когда я босса убил, так музыка появилась сразу. Немного запоздавшая так получается. У меня писать теперь, что сейвы, оказывается, сохранятся у нас. Даже модовые сохранятся в файлах обычной части игры, то есть в обычных сейвах. Поэтому, если ты обновляешь мод, если, то есть, обновляешь файлы мода, как я это сделал, казалось бы, только-только их обновил, у меня не сбросился прогресс. То есть, там, удалил мод, поставил его по новой, тоже должен вроде как он остаться. Если я правильно понимаю, то я там как раз в прошлый раз обновил, забыла об этом сказать. Я не знаю, что там изменилось, правда. Но мод будет потихонечку так тоже дорабатываться. Как контент, апдейт, так и всякие правки будут в том числе. Так, надо осмотреться. Здесь у него есть, вижу, внизу. Рассчитывать на то, что у тебя ПКМ будет сам открешиваться, не стоит. То есть, не полагаться на него слишком сильно тоже. Когда много врагов, вот, знаете, разрядил его в самого сильного врага, а потом толпу врагов с Эрки вынес. Трудно, на самом деле, переварить голову, потому что очень много всяких факторов можно учитывать. Давайте я возьму себе кровоток. Там хоть был энергетик, тоже очень хороший. Но кровоток. Потому что у нас Эрка, например, она удваивает перезарядки доп-навыка, если мы убиваем врага с нее. То есть, надо действительно сначала разрядить ПКМ, потом фигачить Эрку. Надо, то есть, вот, переварить в голове вот эту всю ротацию перса. Все учесть. Сначала, то есть, получается, наверное, мы постреливаем Эркэмом, да? Как только зарядили наш, заряженный у нас ПКМ, мы выстреливаем самого жирного врага. Дальше юзаем шифт в толпу, и потом юзаем Эрку, добиваем их всех, снова юзаем ПКМ. И по новой. Соответственно, после того, как мы вынесли толпу врагов при помощи Эрки, у нас кулдауны от пассивки снижаются, и у нас, соответственно, снова будет готов... Во-первых, кстати говоря, кивы, получается, нам... Там сказано было как-то, что они заряды сюда дают, да? Но он также еще нам кулдаун снижает, то есть у нас быстрее должен заряжаться ПКМ, и должен сброситься кулдаун от... Что? А, это попилютня. Ну, давай, пускай будет. И должен сброситься кулдаун шифта. Может, важно еще. Так, у нас, по-моему, вот здесь был где-то алтарь удачи, или не было здесь? Ну, не было. Да, у нас, что я ошибаюсь, просто. Так, ладно, погнали наверх. То есть вот как-то так, если я правильно понимаю, такая, получается, у него такая забавная, интересная ротация. Ну, на первый взгляд, интересно очень выглядит. И, действительно, и персонаж сильный вполне, и у него своя концепция. Особый статус. Шифты, которые мы используем, в том числе для боя. Значит, я возьму себе один кристалл, короче. Пойдет так. На алтаре крови я не двигу. А, я думал, что здесь я что-то забыл, такой резко. Я остановился из-за этого, задриггерился. Так, расколотая роща. Ух ты, блин, какая лука. И семя пустоты еще есть. А семя пустоты, значит, что, может быть, есть смысл попробовать сундук открыть легендарно здесь. Потому что я, вначале, не особо рассчитывал. Ах ты, падла. Вот так. И у меня, видите, шифт снова откодешился. Блин, он, надо понять, что... Ух, блин. Мне так хлопнули. Это были... Это были самые маленькие уже гапы, что ли? Я же заметил, что уже так мало их осталось. Блин, он убежал от меня, падла. Надвигается гроза. Вот, видите, на мобок появился дебаф именно грозы. То есть те, те, да, те события все-таки были именно, что другими. Это нехорошо. Я им щит снял. Мне очень нравится, что он действительно, он шифт использует в бою. То есть у него прям полноценная такая... Полноценное использование всех навыков своих идет. Блин, ну с блёбами, конечно, с этим не целая проблема. Так, а вот это не прекратил свой атаку стерео, когда его напугать попытался. Может быть, было уже поздно, а может быть, я... Может, оно не прерывает, не уверен. Мужиков очень важно наносить всех. Потому что потом будет переселяться еще. Шо, а куда залетел? И, кстати, да, у него получается... Во-первых, у него еще, смотрите. Эрка гарантированно сбрасывает весь урон от падения. Даже если ты попадаешь в полную яму, это, знаете, как шифт акриды примерно будет. Схожим образом. Потому что Донни за тебя скидывает, и ты не получишь урона от падения. Плюс ты можешь при помощи эрки наверх забираться. Так, где этот говню в мелкий? Убийство врагов сокращает время зарядки телепорта. А, кстати, прикольная сучка. На 2 секунды там доработали как? Где он там работал? На 1%. Ну да. О-о-о-о! Блин, вот эта проблема. О, у меня рог есть, да? Ну вот, честно, медузу воидовую я совсем видеть не хотел. У меня события, у меня гроза все еще длится, да? Получается, я вижу, там дебаф такой. И вот видите, да, если нет такой толпы врагов, что я буду делать и на Митриксе, да? То есть дамага-то сейчас у меня немного. У меня хороший дамаг против толпы такой. А когда мне не с кого зарядить свой... свой ПКМ, когда я не могу к врагу так подойти, чтобы фигачить эркой в том числе, то появляются трудности определенные. Ну что, в принципе, справедливо, да? Полный навык отключается, нахрен. Так, а здесь еще... О, вы, дривер, понял. Так, давайте сделаем вот так. И отходим теперь нахрен отсюда. Красиво пригрелся в туши другого моба. Смысли? Давайте бахнем это. Грибочки отлично. Вообще шикарный пример. И надо поторапливаться, идти на телепорт, который я не знаю где. Понятнее просто. Чем столько времени защищал-то эту хрень? Для золота, что ли? Я не знаю. Просто как-то есть и защищай. Потому что мне... Босс не здесь, сундуков здесь тоже особо не было. Я мог его не защищать, на самом деле. По таймеру, в принципе, пока что нормально. Еще и мы телепорт можем быстрее защищать, чем обычно получается, да? О, дневник, кстати. Дневник, на самом деле, мне сказали, что его переработали. Но описание у него старое. Где он там? Дневник. Вот видите, написано 3 очка опыта за каждое убийство. Но на самом деле он скажет, что он дает плюс 100% опыта за убийство босса. И вот у него такой вот именно эффект. И там такой звук записи дневника еще идет, типа. Когда он срабатывает. Вот, вот это, да, слышали сейчас. Я думаю, отчетливо. Так, ждем. На тебе по голове. Как красиво. Просто чайник раскроили. Вау, слушайте, вот этот перс мое почти не серьезно. У враждебного команды была интересная идея. У этого, знаете, как-то так, ну типа, ну, палач. Выглядел как-то не так интересно, не так интригующе. А оказалось-то, вот серьезно, а оказалось-то вон как. Блин, мне очень нравится. Обидно, что реально там, чем дальше в лупте, тем меньше дроп. Ну, короче, тем меньше использования вот этого вот именно концепта персонажа. Ну, вот, вот его я очень рекомендую, ребят, попробовать. Прямо очень интересно. Не знаю, какой там альтернативный ЛКМ. Вряд ли он много что изменит. Это, типа, просто такой чистый пистолет. Максимально классический, максимально ровно работает. Сколько стоит он, наверное? 3,3600, я думаю, будет стоить где-нибудь. Может, даже меньше. 3,500, да. Близок был. Хотя не знал, сколько я пришел на этаж, но примерно так понимал. Держи. Блин, как я балдею. Серьезно? Две Леги, нормально. Лего, которое на шару, у меня попалось. И у меня есть шанс ее открыть, на самом деле. Учитывая, что мне не хочется весь этаж. Если я буду отбегать весь этаж, тратя все свои деньги, это будет долго. Здесь у меня где-то был алтарь битвы, по-моему. Блин, а где он был? Я не запомнил. А то ли внизу был? Нет, внизу он был в прошлый раз. Там будет примет еще. Что у нас здесь? Тента штучка. Вот это замечательно тоже пойдет. Обидно, если не накоплю на Легу. Надо накопить на Легу только алтарем битвы. Сейчас есть шанс. Явно. Принувь, ты же видел? Мне казалось. Может здесь? А, вот он в начале точно. Что видел? Запомнил вроде как, но не придал особо значения. И то не факт, что мы накопим на самом деле, потому что... Нет, накопили. Накопили уверенно. Причем очень хорошо. И еще деньги остаются у нас куда-нибудь потратить их. Шанс у Леги на этаже вот так попасться крайне маленький. Я не знаю, я за все время встречал штук 10, наверное, легендарных сундуков, которые просто дополнительно вот так вот попадаются. Это как отдельное событие практически. Мозгажор. Спамерки. Да? Потенциальный. Я не знаю, где еще что осталось. Наверняка наверху что-нибудь здесь есть. Я думаю, что мы можем все, в принципе, время себе позволить немножечко поутаться здесь. Таймер у нас типа средний. Средний адекватный обычный таймер. Давайте открываем активку. Может, что-то интересно будет. Молотов. Даже не знаю, кстати. больно будет бить, но по воздушным целям никак не работают. Я наземных целей и так со своего молота могу снести с топора своего. Давайте доставшие деньги скинем. Понятно. Ну, для ускорения топор не стоит использовать. Да, только чтобы запрыгнуть куда-то, например. Блин, но пока я в восторге. Пока мне очень нравится. Еще у меня один человек написал, что этот мод типа добавляет артефакт один новый. Я насчет этого не знаю, ребят. Если информация корректная, можете мне написать насчет этого, как мне его открыть, но не писать о его эффекте. Я бы тогда сделал бы следующую серию, ребят, по тайфуну и попытался бы открыть артефакт, а потом бы сделал бы серию с артефактами, если он, конечно, какой-то такой тип, более-менее играбельный хотя бы. Но я просто не знаю насчет этого. Я могу, я поищу, конечно, информацию сам, если что. Но не уверен, что найду, потому что информацию о описании событий, например, на сайте этого мода я не нашел. Нашел только их упоминания. У меня бронепластин-то нет, по-моему. Да, у меня ни одной бронепластин, поэтому он может быть проблемой этот гус. Что больно будет бить пипец. Он меня сожжет пить нахрен. Я не смогу до него добежать, чтобы эрк его фигачнуть. Проблемная ситуация. Кстати, вот это мне будет небольшой замены бронепластины, чем больше меня бьют. Ну, что замена, да, но... Если меня будет испекирять, враги сами будут умирать хотя бы. Держи тебе по голове нахрен. Хорошо так зафигачили. Блин, такой эстетически просто нереальный кайф, когда ты используешь... Так, у нас гроза. Эстетически кайф с каждого удара топором. И очень хорошо мозгожор сочетается с нашим ПКМом в том числе, хотя ему надо много зарядов, но он хотя бы как-то может пассивно заряжаться мозгожором. Потому что так ты только его с врагов можешь адекватно заряжать. По-другому вообще не вариант. Тут он все равно получается, требует 5 секунд зарядки на фунт, но хотя бы уже может как-то работать. Была бы бронепастина, включилась бы гроза, я бы пошел бы в мили к нему. Но вот так идти крайне опрометчиво будет, я думаю. Если артефакт открывается так же за коды, то мне бы узнать, где находится этот код, либо какой код в принципе. А что же было бы уменить его самому, но тут я не знаю. смог ли я бы нормально его заметить, если он находится где-нибудь высоко-высоко, например, как бывает порой с некоторыми кодами. Я пока рассчитываю на то, что просто узнать так издалека отстреливаться и выносить его с видом. Она, следственно, пробивает бензин, там все такое. Мне это немножечко на руку идет. Если у меня будет несколько конструкций сейчас и без бронепластины, это будет полная жопа. Либо мне нужен нереально мощный хил, либо я не знаю. Так, а где босс господи, наверное, не возьмем. Он должен быть вообще где-то здесь рядышком. Вот в этой области, наверное, скорее всего. Тихо-тихо-тихо. Сейчас вроде как так кажется не настолько страшно, но на самом деле если он по мне этим лучом профигачится, это будет очень больно. Если я не буду от него уходить. Есть, готов. Отлично. Хотя бы дышать свободнее станет. Я очень сильно надеюсь, что мне впадет самородитель. И желательно большое, а не толпа маленьких. То есть, чтобы не элитный босс, не орда, точнее, да, и при этом не конструкция кси. Вот это даже, наверное, важнее. А вон там, кристаллы, телепорт. Да, я появился, поход совсем слева, да? Потому что с репортами обычно через пол локации и дальше может расположиться. Не взаточного прям в другом конце карты. Старший родитель. Отлично. Мы его уничтожим сейчас. А, промазал. Все. Просто не знаю. Не описать удовольствие от использования фулл-ротации перса, который я, правда, полностью накосячил, потому что вообще не по порядку начал все использовать. Ну, черт меня возьми. ПКМ, ЛКМ, ШИФТ-РК потом. Блин, а я во время слева сейчас нажал ШИФТ на самом деле, но он чуть не поражался у меня. И ШИФТ удобный. Прям очень интересный баланс перса. Я не знаю. Охренительно ощущается. Я буду, ребят, сегодня, мне кажется, весь видос восторгаться. Серьезно, мне ее прям очень понравилось. И да, я ничего не сказал касаемо плану, но плануло-то замечательно. Это три брони пластины, можно сказать, даже порой покруче, может быть, в зависимости от ситуации. Потому что плануло всегда стабильно на 15 хилит. А не так, что она на 15. Если меня ударили на 3, например, я больше пылечу, чем потеряю. Плюс еще есть там рога всякие, МКУХАНы и прочее, 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 что тоже будет работать с плануло. Но все же время, может быть, есть какая-то ситуация, где наоборот плануло будет хуже, чем брони пластины. Я не про ситуацию, когда у тебя один хп и ты получаешь ром. Ну, два хп, ладно. Так, что-то у нас здесь еще сверху. Мне казалось, что что-то было. А, здесь магонечек есть. Сверху, что я что-то оставлял. О, в банк. Ну, давай, поехали. И банк, кстати, надо сказать, что с эрки, если будет получаться у меня пропати, вот это достаточно сильный прок. На 1200% урон. Не самый мощный, но очень достойный. Вперс, нет какой-то, но есть такой потребности в начале игры на, допустим, от бензина, от какого-нибудь урона для воздуха, потому что он, в принципе, сам по себе дальнобойный, но при этом в миле он имеет, сблизиточник, ну, да, в миле, если есть толпа врагов, то он может ее разгасить спокойно. То есть, очень сбалансированный на все ситуации. Нет какой-то такой, знаете, ярко выраженной, слабой стороны. он весьма универсальный, он весьма сильно смотрится во всех аспектах. Но он, надо не забывать, что это, соответственно, это стеклянный перст достаточно, то есть он тоненький. У него нет какой-то такой выживаемости. У него хорошо может севить... Нет, не буду врать. Он хорошо может севиться от шифта, конечно, это что такое? Ну, приятный, спиной ускорить и получить временное ускорение при использовании. Ага, вот так, да? Окей, по-моему, это новое принято, он так в старой игре не было. Точно. Прикольно, приятный такой эффект, просто баф на скорости. В принципе, почему нет? Я, наверное, даже с ним останусь сейчас пока что. Где-нибудь в лупе после второго, третьего этапа я бы взял лунарный предмет, если мы до тут доживем, конечно. Там уж как получится. У меня, в принципе, есть еще склянка хилища одна, по-моему, да? Да, есть. Я ее так не сломал еще. Может, меня засевит где-нибудь дирютина. Вообще, дирютина было бы одну хорошо взять, конечно. Для этого надо переработчик еще все сбагрить что-нибудь. А что? Монетка пойдет, переработчик, я думаю. Да, монетка, общество и пойдет. Ну и белый предмет еще пойдет всякие. Наверное, дневник на опыт не сильно полезный предмет, мне кажется, что, ну, насколько много опыта могут дают. Хотя, знаете, что? Если так задумываться, то основной опыт как раз-таки дают ведь мобы. Мобы, боссы, то есть за золото, например, то опыта получаешь пиксель. Ты основной опыт получаешь за убийство именно. Может быть, это имеет смысл. Понятно. Хрен, я его так вынесу, но хотя бы я не дам ему встать. Не хочу, чтобы по мне плюху прилетело по голове. Так, давайте монетку, можно, по-моему... Нет, стоп, монетку нельзя продавать. Не нравится мне толпа, которая идет ко мне потихонечку так. Влетит одна плюха, я... Каждый... Каждый роровец, мне кажется, рано или поздно, в детстве, может быть, в начале игры, как я вас сказал, умирал от грибочка, когда пока шел у... фторсырья. Что еще? Петарды полетели. Одна петарда сейчас уже не решает. Можно еще этот самый как-то... Во-первых, стопку монет скинуть. Эту штучку оставляем. Что еще? Брошку можно? Брошку? Брошку не буду. Все, зеленые предметы меня, в принципе, все мои устраивают. И я возьму себе буквально одну гильотину, мне кажется, что пригодится. 35 минут уже долговато начинаем. 40 минут с первого этажа было бы уже выйти давно. Даже 35 минут хотел бы с первого этажа на лупе выйти уже. Это в идеале прям. Ладно, мы только к 36 минутам зайдем на луп. Ну, ничего страшного. Зато у нас забег в целом сильный, не хватает выживаемости. Я бы сказал, выживаемости может быть маневры еще. Скорости бега вот. Потому что у меня по сути сейчас что на скорость бега есть? У меня есть две ноги. У меня нет до сих пор ни одного энергетика. У меня есть активка на скорость бега, да? Но это не с тем-то скорость бега, которую я бы хотел. Хотя она хорошо бафает. Очень хорошо бафает на самом деле. Но все-таки это на время. Удау на активке меньше, чем у моей, кстати говоря, соответственно, я смогу ее чаще использовать изобилие наш этот вот. А, боевой урок точнее. Так, ничего там нет. Все, погнали. Я еще 100% не все сундуки залутал. Но уже пора бы. Там сверху я вообще не был. Не знаю, как на Митриксе будет ощущаться, честно. Особенно его ПКМ. То есть ему есть чем, в принципе, бить. Но вот ПКМ как будет заряжаться. Слышали этот пулемет нахрена? Машина смерти, нафиг. О, в голове. Песня кипела, заиграла. Как у меня, да? Сразу с этих слов. И так, я хочу еще одну слянку взять себе. Их много не бывает. Помню, как я их так что-то 15 на не на выдривере, как на бойлинге бы тратил. Вот его в сратишей атаке с дикой самонаводкой. Блин, на самом деле на базар бы. Ну ладно, на базар давайте по следующей локации. Здесь я уже не буду искать эти самые. О, полите, move faster, lot low pales. А, чем меньше КП, тем больше маневра. Вот так нахрен палач делает. Ляпота. Просто красоти. Красотища дикая. Минус слянка. Охренеть. У мобов все еще... Да, гроза все еще действует. У мобов очень много дамага. Вот чем проблема. Ну, хорошо хотя бы, что я одну слянку купил сейчас еще. Ждать, так кажется, еще пополнить себе. Хотя бы две держать, чтобы после использования одной я не мог вскоре умереть таки. На самом деле этот страх, он не настолько сильно спасает планисейва. Ты больше хочешь использовать его, чтобы как обычный шифт прятаться, да, либо для того, чтобы повышать урон по врагам. Не для того, чтобы их распугать я его использую. Может быть, это ошибка. Я просто до конца пока не совсем улавливаю еще, знаете, какую-то область. Не совсем ее чувствую. Когда я его использую, я не присматриваюсь, кого я там, блин, кого я напугал, кого нет. После эрки, вот после использования эрки ты самый-самый уязвимый, потому что враги уже в то место, где ты, откуда ты прыгнул, они туда могут уже начать стрелять вполне. Ты по возвращении не бежишь, ты некоторое время как бы так затормаживаешься, в принципе, и как раз таки больше всего шансов в этот момент отхватить. Кстати, знаете что? Ломики. Ломики нам будут тащить сейчас на локациях, но не на босс, не на финальном боссе, на Митриксе. Я не знаю, как на Митриксе он будет работать. То есть у него есть как бы своя перезарядка ОПКМ, но она настолько долгая, я думал, что там, знаете, как будет, типа у него перезарядка, допустим, условные 5 секунд, он заряжает 5 зарядов. А если ты хочешь больше заряжать, да, то тебе надо, соответственно, уже убийствами заряжать. То есть есть какой-то свой минимальный такой эффект. Во-во-во, я вспомнил, что мне напоминает. Напоминает ульту Персик из Ганфайр Реборна. Вот чисто я думал, что она вот так будет работать. То есть тоже так ты, у тебя есть и базовый эффект, ты можешь играть как от минимальной зарядки, да, просто спамя вот именно ей, а можешь играть от фулл заряжая ее. И по-разному такие стили. Причем смотри на этот предмет. А, нет. Мне показалось, что он как-то постепенно повышает, то есть плавненько достаточно. Но это не разбег, это именно он со временем повышает. Ух ты. Апачи. Что у нас тут такое? Бэби стоис. Детские игрушки какие-то. Луз, но левелс, вайл кипинг, полстат. Чего? Ретинкл статс. Что, простите, не понял? Падает уровень. Чего-то падает. Чего-то теряется, как будто мы что-то теряем при каких-то условиях. Я, честно говоря, не знаю, ребят, что этот предмет добавляет. Вот здесь сказано, что он, собственно, добавлен был еще в этой версии 0.3.3.2. Бета, я так понимаю, какая-то дальше там про него информация. А что-то у него там фиксанули ему некорректный, некорректную калькуляцию статов. Подсчет. И дальше, типа, что теперь он понижает уровень на 3. Я не себе понял. Я подумал сначала, что предмет, типа, понижает наш уровень, когда мы умираем, например, вместо смерти. Или что-нибудь такое ощущение? Это было бы странно как-то. Нет, он еще другое делает. Что-то он делает со статусами, со статами. Не понимаю я. С уровнем и статами. Черт его знает. Мне писали, что перевод старенький, поэтому некоторые предметы еще не переведены. Может быть, будет еще человек решится перевести. Будет очень прикольно. Я забыл про вторсы, кстати, черт. Но вот у этого предмета, честно говоря, я не понял, что у него за эффект такой. Если кто-то напишет в комментариях, ребят, будут признателен. Потому что, если я не пойму его сам в процессе забега, потому что пока что мне... А, вот смотрите, у нас плюс 3 написано. Вот здесь 17 плюс 3. Может, он реально просто нам повышает, как бы, 3 левела призрачник дает? 3 левела не скажу, что прям как-то много. Может, там еще какая-то... Вот так мы уничтожаем големов. Охренительно. Может, там еще какая-то... Какая-то механика. Я не знаю, честно. А, блин, он вперед, а тебя очень слабо двигает. Так, ладно, постаринка разберемся. Так, и погнали. О, он здесь такой. Где мой реанец убит? И видите, да-да-да, вот меня ПКМ, даже если я кого-то такого жирного не вынес, за кого много дали бы мне килом, дали бы этих очков, у меня все равно он по седьменно после Мазгарора восстанавливается. Приятно вполне. То есть, я понимаю, что у меня от левела тессинскейлится хп, скейлится дамаг, например, базовый, там всякое такое. Это вот это имеется в виду, типа, или как? И он дает три за ста, три за ста к левелу, например. Я не знаю, насколько это жирный бонус для, для красного предмета. В принципе, как бы стат левела полезный на самом деле, это значительный баф. Особенно в будущем, когда ты там к сорокому левелу ты дальше уже там у левела перестают практически апаться, а только в 40-44 тапаешь, там уже в дикую, тут позднее. И три левела добавить, это много. Но все-таки, насколько это для красного предмета, не знаю пока что. Если, конечно, это оно. А, и там как раз не сказано про стату, 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 может быть, как раз таки он перекликнул, пересчитывает статы, то есть, как плюс три левела рассчитывать себе их. Вряд ли у него этот эффект как-то будет набираться, ну, то есть, от стаков предмета будет набираться, а вот от, от, допустим, этажей или еще чего, вряд ли. Но, надо сказать, что три левела для зеленого предмета это был бы сильный эффект. Для красного это может быть как красный, не самый сильный красный предмет, просто, например. Ну, далеко не, более слабый, хотя, не знаю, опять же, не буду ручаться, потому что базовый урон бафнуть, базовое хп, ну, тоже такой приятный вполне эффект. А, переработчик? Ну, кстати, давай, переработчик пускай будет, почему бы и нет. Мы сейчас, тем более, что на базар пойдем, может быть, я там затарюсь чем-нибудь, интересно. Так, вот сюда. Такой, блин, звук, такой эффект. Опа. Дио. А, Дио, как же, я не буду его менять. Типа, с одной стороны, максимально скучный выбор, да, с другой стороны, это расчет на то, что если я вдруг помру, чтобы я мог как-то продолжить забег, раскрыть персонажей еще, раскрыть еще какие-то этапы игры на нем, может быть, попробовать. Д3, вот, 3-3, вот, да. А, враги получают в низком хп, получают урон. То, я забыл эффект этого предмета. Да, теперь у меня предметы желтых не подсвечиваются, в воде их так не видно, но мне это не то, что мне нужно было. Так, это роль не по биску, вот это замечательно. Это мне пойдет. Правда, сейчас у меня активка уже вряд ли отгдэшится. По-моему, здесь ничего нет. На втором этаже тоже слишком много предметов еще стоит рассчитывать. Не стоит рассчитывать на свою кучу всего. Может, был дронов купить, конечно, но мне что-то как-то... Я только мимо прошел, уже возвращаться не хочется поворачивать. Офигеть, снова красный нет. себе эффекта ритек получать. Во-первых, у меня будет перегруженная или у меня будет напрягать. Во-вторых, это реально не то, что мне прям необходим какой-то эффект. Я бы не отказался бы что-нибудь другое получить более интересное. Так, это у нас что такое? Часовой метроном замирай на месте, заряжает ускорение для последующего движения. Это вот, знаете, это мне вот написали как раз, что мне напоминает этот предмет. Или мне не поэт, не проект, предмет написали. Я не помню, я его подбирал просто нет. Или я про предмет с аналогичным эффектом. Опа, что-то новенькое. Голова дроида создает временного дрона при убийстве элитного врага. Опаньки. Красный предмет на создание существ. То есть не желтый, как этот самый, как желтый от конструкции КСИ. А это при убийстве элитки именно? Любопытно. Здесь предмет, по сути, тоже на самомо на всяких будет работать. Соответственно, с яростью горы, как он называется. Все такое. Надо бы обратить внимание, как работает. Вот насчет того предмета, который с замираниями на месте баф дается. Вот у меня слева. А, да, да, у меня он был вот этот баф краски, я что-то помню. Это в Айзге есть предмет какой-то, который еще такой из планетарных, планетариумовских предметов, который ты стоишь на месте, а потом ты ускоряешься и пердишь с газом, и постепенно у тебя скорость бега обратно возвращается на свое русло. Эффект. Есть типы тоже. Ведь один, два, три, четыре, пять максимумов, я не помню точно. Да, пять максимумов. И я вот так ускоряюсь, он, кстати, постепенно проходит. Так, я не очень хочу, на самом деле, в эту локу идти. Базука есть, блин. Нет, я не буду брать. Желом принес, много терять будем. И вот сейчас давайте, ребят, искать лунарные предметы новенькие. Новенького нет ничего. По-моему, тоже ничего нет. Кто-то справа меня спрашивает, когда-то здесь ищутся лунаров, как я потерял? Я потерял именно вот так. Потому что здесь два раза больше все время, и ценник в итоге получается очень-очень жирный такой весьма. Нет, это мы видели. Да, и там я в итоге увлекся, как-то, в принципе, там набрать монет небольшая проблема еще. Самый честный, в полску, да? Где? Ладно. Типа, серьезно, да? Если бы я сейчас рольнул, я бы удивился бы. Но вроде должны быть лунарные предметы еще, но я ни одного не нашел больше из новеньких. А тот, который у меня был, мне встречался несколько раз. Ладно. Женщик начал писать мне там описание лунарных предметов, я сразу перестал читать комментарии тут. Я, ребят, знать эффекты того, что я и так увижу сам, я не хочу сам увидеть, блин, нахрен. Зачем мне это так видеть-то? Зачем мне это сполить? Ну, вроде как, они должны быть еще новые предметы. Базука очень жирно, очень вкусно. Я бы нашел, в принципе, я бы нагреб на нее, что скинуть? Я бы скинул два семечка. Я бы скинул, наверное, две вот эти штучки. Сто процентов. Я бы скинул кальмара, в конце концов. Но он уже заберет, то у меня, блин, нахрен, что? Перышко и пташку я боюсь потерять больше всего, наверное. Может, забить на нее? Давайте забьем. Перышко улетело, гильотина улетела. Помню, не так страшно, кстати говоря. Перышко неприятно, но пташка осталась. Хотя лучше пирожка не оставала бы. Я не знаю даже. Ну, зато у меня много дамага. Погнали, короче. Что выберет локации нам следующей, то и выберем. То и пойдем туда. Может быть, стоит еще вводить в поля пустоты сходить из дверя, но будет видно. Сходим в план, наверное, в каких-то следующих сериях. Сярные озера. Такие выдали мне. Не выбрал сам, держи, вот так. Так, я побежал сразу же на... Тянет, наверное, инерционные силы этой... Так, а тут вот подальше держится. То, что да, вот этот прыжок с ударом, он, соответственно, противно работает со всякими яйцами взрывающимися. Блин, и без прыжка, конечно, залазить. Но то еще удовольствие. Блин, на колдауне сейчас будет моя эрка, когда появятся мобы. Боссы. Ну, поехали. Королева жуков. Да! Блин, ну какой эстетический кайф. Серьезно. Как гильотина какая-то падает. Реально, знаете, такая секир башка просто. На, вот так. Все, все. Ох, как меня... Чего? Кстати, интересно, а когда я вот так вот ляпнусь, если я прыгну в пропасть, и меня телепортируют обратно, я когда появлюсь, у меня ударит эрка или нет? Или все-таки она уйдет в пропасть? Никуда. Опять здесь эффекты эти ломающие, дико. Так, вот с этим основная проблема на самом деле, потому что их бить сложно, и они бьют больно, и они летают, и липки нахрен мешают сильно. Они меня вынести могут как раз-то надвиженность. Тучи стали рассеиваться. Хорошо. Склянка улетела, к сожалению. Есть девочная подстраховка, но до метра с такими темпами я не доживу просто. Слушайте, точно, я вот только сейчас хотел сказать, что вот, знаете, выводы по персонажу, и такой, думаю, бестолково... О, наш дрон, кстати. Я надеюсь, ты не я его подстрелил. У нас эти перегружающие охраны, ледяной, они еще элитные, сами они выбирают силу элитки, с которой вынеслись по ходу. Обязательно этих дронов, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я хотел сказать за этот мерз, что он стеклопушка, он как бы и рискует, и в мире влетает, да, что на лупе держаться вообще опасно. У него мили интересная. Это не мили, а крит. Это, допустим, кулаки погрузчатся, да, это прикольная, прикольная атака вполне. Но она в лупе уже не актуальна, как правило. А здесь оно остается, смысл, остается актуальность. Есть смысл использовать эту эрку, она реально хороша. Она себя стоит, тот риск. Я только хотел сказать, что, типа, персонаж очень рисковый, но сильный. То есть риск за... И так я понимаю, что мы буквально это в описании перца считали. Он, собственно, так себя и позиционирует, в общем-то. Вот к чему я планирую. Я бы, был бы тупо умереть, если тихий и спать сильнее дамажили значительно. Мне, как бы, мне нравится стиль игры стеклопушкиной всякими, знаете, но стеклопушкиной именно сбалансировано. Не тогда, когда это просто вот у тебя стекло, у тебя не будет ПП, у тебя будет много дамага. А когда это именно, знаете, такие стеклянные сами по себе хрупкие персонажи, но они ловкие, быстрые, такие, больно бьют. Так вот, ну чисто мерз, да? Типа, условно говоря, правда, он не то, что стеклопушка, прям он просто стекло. Но, короче, да, вот такая эстетика мне нравится. Но когда я записываю, мне играть персонажем, который умирает в одну секунду, не особо приятно, потому что, блин, это лишнее напряжение, а неудачный забег, как неудачная запись, может быть, обернуться. Но вот тут, ну реально, крутой стиль перса. Я не знаю, я прям, у меня щеки уже болят улыбаться весь, всю серию. С того, насколько реально кайфово мне играется им. Я помню, ребят, если что, про этот самый, как его, про ролл, наш, просто я оставлял на что-нибудь другое. Мясо там, хоть не очень, я хотел брать, но, я был уверен, что я найду что-нибудь еще. Потому что впереди было целой кучи, целой кучи еще дробь всякого. Можно в пещеру забежать. Давайте в пещеру забежим. Скорости бега не хватает больше всего и прыжка. Пёрышка нужно. Здесь, кстати, может быть, что-нибудь из этого. Тоже пойдет, хотя не уверен, сколько нужно. Я бы предпочел бы просто, я бы предпочел энергетик, серьезно. Хоть эта штучка, она может много раз тебе отыграть что-нибудь, но я не уверен, что отыграет. Не уверен, что успеет просто. Скорость бега мне пригодилась очень. Ну, как же этот эффект перед глазами рябит от этих яиц. Может, стоило бы мне активку роллим, кстати говоря, какого-нибудь и поискать, что это место моей. Моя актива сейчас уже, ну, нужно, наверное, переключаться на что-нибудь такое, что я хочу имя использовать. Еще все-таки. Нормально так залутают скорость бегать, немножечко. Немножко, но тоже приятно. Граната подойдет. Ну, давай рандомную активку. Не пойдет. Ракеты. Хотелось бы что-то другое, если честно. Ничего против них не имеет, но не то, что я сейчас еще. Все, да. Погнали дальше. Там еще какая-то активка была. Скирующая головная повязка. Что? А, это, который инвиз дает. Точно. Инвиз, кстати говоря, я бы взял эту повязку, наверное, вместо своего. Да. Блин, промазал. Надвигается гроза. Блин, эти события реально напрягают. И придется сейчас защищать под этим эффектом. К тому же. Потому что ждать не вариант. Там еще больше мог нападиться. Такое себе тоже будет. На тебе по голове. Упс, упс, упс. Нихрена мне вниз закинул. Окей. Потому что она начала взрываться, и она, кстати, она же взрывается быстро. Она взрывается, как будто бы у нее большой баф скорости оттать. Ну, собственно, у нее большой баф скорости такие есть от этого эффекта. Вы знаете, как с артефактами играть у врагов. В предметные смысле. Там кто-то еще взрыв? Я вообще не понимаю. Даже звуки слышно, что вот мог быстро прям этот колобок пигачить. Как же не хватает скорости бега очень сильно. Отлично. Креново попал. персонаж немного для кого хорошо подходил бы вот этим вот распугиванием и статусом. То есть он дубав приятно такой кидает. Мне кажется, ему даже могли бы в целом, знаете, как понизить эффективность его навыков, но сделать больше акцента для игры от страха, потому что сейчас нет какой-то такой прямо обязанности, обязательства, необходимости использовать чисто страх. У него без страха урон сопоставим как бы сбалансированный, чтобы играть полноценно. А со страхом он как получает еще больше эффекта. С другой стороны, это бы его ограничивало. Заставляло бы агрессивно играть от страха, а его чем дальше, тем сложнее может быть использовать. Тут уже, да, столько эффектов, что тут даже не комп, а игра может налагать непосредственно. Знаете как, но это вроде как и мало, не так много требует, но там любой комп может сдвинуться. Когда просто много всяких, даже пиксельных, но эффектов. Есть, вынесли. Так, хорошо, в странствующий бродяга еще остался один. Упс, упс, упс. Вовремя свалил. О, нифига себе! Нифига себе, блин, мне. Я от падения получил урон, а обо что-то я сейчас прям так ударился конкретно. Бывает на большой скорости бега его эркой, когда он, знаете, это как на что похоже. Это чисто механика как с головобоем. Не механика, а косяк механики, я бы даже сказал. Мазал. У него, во-первых, радиус отеля не повышается, из-за этого, если ты промазал, хоть с большой высоты падал, до летающего врага не достанет. Вот что я хочу сказать, у головобой, когда ты падаешь, например, на ход врага, именно на голову врага, порой бывает такое, что ты от него отскакиваешь. То есть тебя как-то в сторону куда-то откидывает, и урон весь отпадение сбрасывается, ты там едва ли ударишь, еще не ударишь ни туда, куда наводился. И вот здесь что-то подобное, когда я... Может быть, здесь я как раз-таки телепортируюсь на мобок, кстати говоря, на голову моб, может так, да, это срабатывает так. Вот когда я падаю в пропасть и возвращаюсь обратно, меня может откинуть. Так, я хочу яйца. Я хочу штуки три. Наверное. Может меньше. Меньше, ладно. Надо еще одно. Вот оно. Окей, попутно лутаемся еще. Если что. Если где-то что-то видим. Я пока ничего не вижу. Так, вот это надо снести. И это тоже. Отлично. Эй, ты, блин, промазал. Кто здесь еще? А, это мои инвизы создают. Окей, это у меня инвиз. И, кстати говоря, они своими инвизами вполне себе будут помогать. Потому что враги не будут меня видеть. В принципе, почему бы и нет. Хороший эффект вполне. И вот весь, да, у меня пока я сейчас не может зарядиться, я не могу ничего использовать особо. Блин, ухо он их разнес всех. Они со временем наверняка умирают еще. Тяжело по такому мобу. С шифтеркой ударить так сложно. Надо именно просто эркой бить. Цельноправленно. Может, и мне даже зарядов нормально. Только один дает. Держи. Страх накидываем. И да, видите, у меня вот урон в одну цель без толпы. Сразу чувствуется, что я проседаю. На Амитриксе будет очень-очень сложно, если доживем. Банда здесь меня не спасут. Кровоток, к сожалению, я не могу в больших количествах настакивать у меня. Его просто как-то мне это мало. Ах ты, блин, поздновато. Рановато, наоборот, парил. Страх наказал только на 400 секунд. Кстати говоря, слышен звук вот этого страха такой там, знаешь, такой зловещий. Идет. То есть можно определять по этому еще. Опять я по таймингу рано чуть-чуть. На секунду буквально поторопился. И вот теперь я хорошо встал вроде бы. Теперь не буду с ним спрыгивать. Там правда сейчас как-нибудь начнет кружиться. Я стараюсь крутить камеры, чтобы у вас не так кружилась голова хотя бы. Ауч. Тебе хан. Блин, сколько раз я на полсекунды раньше буквально. Все, готов наконец. Сейчас еще, если что, роль на предмет. Нет, не роль на. Это я ролить не буду. Это хорошая штука. Ох ты, блин. Домитрикс, знаете, в чем будет проблема? Я до него просто не дойду. Меня снесут химеры, мне кажется. Дрон какой-то. Тоже дрон какой-то. Меня снести химеры могут. Хотя против химеры у нас должен быть урон. Как раз таких у нас толпа. Взял сейчас балл. Взял топливную батарею в адаптивном сундуке. И я возьму себе, ребят, сейчас как говно-грибов, как они там называются, гнилые грибы, ну, блин. Слезы гриб. Потому что это будет огромный реген во время бега. Это будет просто весь реген. Я полностью на меня. Пофигу. Мы очень будем быстро восстанавливаться. Я думаю, что этого стоит вполне. После получения урона мы зато быстро засеемся обратно. Нужны склянки еще лечащие. Не хочется чисто мишкой спасаться на крайне. А вот и склянка, кстати. Как по заказу буквально. Знаете, что такое взять? Мидас обменить половину вашего текущего здоровья на золото. А-а-а. То есть, ну, понятно, короче. Ну, ракетницу, что ли, брать? Я не знаю. Не особо хочется. Хочется. Чуть-чуть другую. Более... Играющую активку. Более такую... Утро больше окажется влияние на забег. Ладно, погнали с этажа с тем, что есть. Я возьму себе... Поменяю эту штуку. Патронтаж. Патронтаж. По большому счету этом версии особо нужен. Тем более, когда есть мозгожор. Думаю, точно нет. Получается, как бы у него вроде и хорошо было бы найти, да? Есть ему, чтобы перезаряжать, но он лучше будет перезаряжать самостоятельно. Перезаряжать. Ох ты, какие там давненькие гости, которых я давно не видел, точнее. Серьезно, что ли? Уу! Хорошо. Я, может, так и хотел в другую часть локации прыгнуть. Ну, короче, честно говоря, я думаю, что я на этом этаже могу умереть просто от электроглиста, если я буду агрессивно играть. А мне хочется агрессивно играть. Так, мы идем на Митрикса, если что, пусть дойдем. То есть я мог бы вынести издалека так постихонечку, но хочется-то не так его выносить. Хочется его выносить, блин, вот... Ладно, понятно. Промазал. Хочется его выносить поближе, как-то встать. А пассивно он меня вряд ли умрет. Жесть, как здесь все провисает просто. Слишком много эффектов. Офигеть, они меня продамажили. Среагировал, уйти, конечно. Вот опять та же самая гения. И у меня отпускает слянка сработало. Потому что я разбился. Разбился я с большой скорости. Как-то вот есть некоторые косячок, кстати, с R, когда-то вот так вот падаешь. Мне кажется, это такой же косячок, который в обычной игре неисправлен. Который вот как раз-таки с головобоем. Еще на самом деле трудно ее контролировать. То есть ты практически контролируешь, куда ты именно ударишь. Ты не можешь как-то прицелиться по врагу. Отлично, готов. Поднялись наверх, так как я хотел. В игре все началось сильнее, знаете, пролагивать, когда появилось обновление с ввод предметами. Там нагрузки появилось больше. А оптимизация как-то не добавилась. А с модами еще больше такого ощущения удается. Как же это мощно. Да, приэффект тут очень много всего. Я, честно, опасаюсь тайфуна в этом плане. Мне кажется, прикиньте, в два раза больше мобов еще добавить. Что вообще жить было бы. Так, вы, ребята, все за свидание. Охренитки всего. Очень много чисел в ПКМ, которые у меня просто я практически не отпускаю порой, когда так заливаю. С ЛКМ одновременно я его использую. Кстати говоря, я не знаю, по-моему, он не может все-таки использовать ЛКМ и ПКМ одновременно. По-моему, по очереди все-таки юзает. Где электрочерфь, я не знаю, но он где-то застрял и, в принципе, да и пускай дальше тусуется. все реки, ну пускай будет, хотя наметимся на финальной фазе, если мы доживем, они будут мне доставлять проблем. Хотя это сам не будут. Это что? Это зеленый шоколад. Хочу ли я зеленый шоколад? Он дает бафы при получении урона. Бафы дают значительные. А, давай возьмем, короче. У нас вероятность крита и бафнет нам урон, и там урон, который свыше 20% от КП. от КП отнимает, он будет поделен в два раза еще, к тому же. Вот мой дамаг, нахрен. Вдруг новую на дырку будет. Будут бусины. Ох ты, какие гости. Какие люди. Так, я надеюсь, что у тебя ничего страшного нет. Очень сильно это надеюсь, потому что я хочу тебе проломить череп. У него были, во-первых, там заблокированы целая куча, у него есть кукла. Я это увидел. А кукла это лютые проки, если у него есть что-нибудь. Он ее кинул, кстати, у него есть... Блин, он сейчас там как полечится, нахрен. Как он подбирает предметы? Мой шанс. У него... Что за фигня? Что за заблокированный постоянно? У него так много мишек, что ли? У него настольное растение было космическое, но у него не было бензина, не было виспов, поэтому я не умер рядом с ним. Иначе бы он меня, скорее всего, нескольный, когда я там сажался в сторону. Что за заблокированный вылетает? Что такое-то предмет дает у меня некоторым неузимность на какое-то время, как будто бы. Мне не от ниши, как будто бы, потому что слишком много там заблокировано было. Все как будто атаки он блокировал полностью. Так, хорошо. Набираем, 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 Все. И забрали. Мне еще писали, один человек писал, что очень страшно появился, соответственно, белый предмет для монстров. Это ракета, которая выпускается при получении урона. Потому что у меня как раз-таки тут тоже так... Там я как бы усомнился, что как бы много предметов, в принципе, которые очень сломанно работают на мобах, которые тебя убивают автоматически, типа там, Тесла, если мобом вырастут, сады, автослив. Энку Хана плюс любое лечение более-менее такое, которое именно не восстановление типа Слизнюка, а лечение, которое именно что? Как аптечка там, которая именно именно хилом идет. Все это тоже люто убивает игрока. И вот, а ракеты, это по сути, это белый предмет качества, предмет белого качества, и они будут вылетать с большим уроном от каждого врага, ну типа, это просто хана. А если они в бойде попадаются тебе, да, где-то в обычной игре можешь как раз только встретить врагов, с артефактами, с предметами, то там ему сразу же пять таких предметов дадут, но это вообще жопа. Это, конечно, да. Так, есть вторсырье. Я думаю, насчет этого. Ну, сейчас надо долутаться до конца, потом уже взять. Держите его, короче-ка. Еще грибы, окей. Во-первых, электрочерфь где-то был, где-то стук. Я звуков его больше не слышу. Я хочу себе красный пример какие-нибудь получить, может быть, с этажа там. со следующим, со сухов. Отлично. Целестинхранный дрон, соответственно, у нас такой вот красавчик. Во, что я хотел. Я хотел себе активку очень сильно. Честно говоря, не дронов я хочу, а что-то другое. Блин. Ну, серьезно. опять меня нахрен выкинул, тихо-тихо-тихо-тихо. Так очень легко именно, в первую очередь, склянки потерять. Ну и во время боя, соответственно, это может быть существенной проблемой. Я хотел сюда долететь. Во. Здесь у меня что? X4 стимулятор. Так, я хочу сундук открыть. Так, ладно, я думаю, пришло время сдавать белые предметы, как раз-таки я могу прочистить в том числе. И белые, и зеленые не должны меня сейчас никто вроде как напрячь особо. Не вынести пока я тут тусуюсь. Мы наберемся еще тоже много всего, если доживем. Если все получится. Я буду очень рад тогда. Так, петарды. И зеленых предметов пачка там улетит у меня. Какие-нибудь вот это, например. Эти вы с длинными дошли, потому что бафнули скорость бега себе. Полип скидываем. Мне достаточно 4 зеленых торсля, чтобы получить один предмет, потому что у меня есть еще зеленая торсляет двойной, которая мощная. Так, я думаю, что патронтаж можно скинуть. Даже семки не стоит скидывать. И на дверь еще 5 предметов у себя. Мне кажется, что 5 предметов еще зеленых я не наберу, которые я бы хотел скинуть. Нет, так что не будем тогда увлекаться с этим. Давайте скинем наглушающую гранату. Хотя, а не ее может быть стоило оставить как раз-таки. Да, ее стоило оставить на химер. Что еще? Три мяса? Ни смысл, есть смысл. Три располаги монетки нет, это тоже нет. Кстати, а мы мы один раз потерялись только при помощи вот этого из 4 стимулятора. Все, да, ничего больше не забыл вроде бы скидывать. Что мне хотелось бы? Опал, кристаллы, броши оставляю у себя пока. Ну и уже не скину соответственно их получается. Вроде бы все. Я надеялся, я для переработчика я себя оставлял для того, чтобы на этом этаже нарулить активку. Но, к сожалению, только один сундук оказался с активкой, магазинчик точнее, и там выпало совсем не то, что я хотел. Тогда у нас, в принципе, переработчик этот реролл будет на красный предмет и пойдет. Почему нет? Ну, на красный предмет один. Ну и на зелененький что-нибудь, может быть, если хочется. Так, начало. Кстати говоря, насчет этого перса, ребят, его, я так понимаю, что его не так давно добавили, как команда. Либо, знаете что, может быть, команда, это самое, как его. Команда из-за того, что имеет спрайт, команда, ой, порожденный команда из-за того, что имеет спрайт, обычного команда, да? И меч у него наемника. Возможно, что именно поэтому на нем предмет отображается. видите, у нас предметов на персе нет. Я только сейчас обрабатываю внимание. То есть, он у нас полностью вот так. На нем нет предметов. У него только диск есть, но это не считается. То есть, у него не про, не про, сам не продуманное предмет, как они будут выглядеть на нем. Либо это из-за того, что перс недавний, либо это потому, что у команды просто так сделано, просто потому, что он вот дублирует, скажем так, логику, как это выглядит. Не знаю, будет ли это добавлено, в общем-то, в будущем. Не скажу, что мне это прям сильно критично. Мне достаточно того, что я безумно кайфую с игрой этим персом. Честно скажу. Там как будто бы все равно там перс уже выглядит как целая как ряженая елочка. Не то, что там от него какая-то прям текстура красивая остается. Мопа вроде как мы и неплохо сносим, но в спину начнут прописывать, будет больно. До свидания. Не скажу, что его ЛКМ сильно, у него прокоэффициент явно один, кстати, насчет прокоэффициента, что я не знаю. У его РК могли бы прокоэффициент сделать побольше, хотя нет, я думаю, что за счет того, что она массово, могли бы оставить хотя у турилий сотрудничицы прокоэффициент 3,5 на РКах. То есть, могли бы этим воспользоваться, не знаю даже, нужно ли тут. Мне кажется, нет, я думаю, что там единички прокоэффициент достаточно. По одиночной цели он, конечно, СРК, соответственно, мощнее бьет, да? Существенно мощнее, в два раза. А БКМ его отключается. Там есть базуку, но базуку очень плохо скеррится, у него скеррится только радиус, и то не очень так. Ну, типа нормально, но не то, что я хотел бы. Покров, кстати говоря, может кто-то смеется, многие не любят Покров, я не считаю тоже стильным прям каким-то предметом, но он вполне себе порой бывает очень-очень даже в тему. Мне кажется, это вполне может быть тот случай. Хэт стомперы? Я думаю, нет. Я думаю, не этот раз. Я вряд ли их активно буду использовать, хоть у меня есть перепелка. Я могу взлететь в воздух, но я не смогу подняться все равно. То есть мне нужны прыжки, мне нужно вертикальный маневр. Я не смогу взлететь к Митриксу при помощи одних лишь хэт стомперов с перепелкой. Если что. Так, это что такое? Часовой метроном? Я не помню, что это. Мне надо это брать по-любому. Что больше ты нечего особо. А, и надо же заряжать колонны, кстати. Да? Не знаю, на месте заряжает ускорение до последней А, вот, все вспомнил. Когда ролим. Еще принят. Малка 4, роль, соответственно, получается. что-то в рано бронюс. Получили, что не знаю. Гарпун охотник. Ох, блин, отстой какой. Слушайте, а может это не брать вообще? А нас мешать будет? А серьезно? Не хватает очень сильно прыжка. Реген хороший есть, а вот без прыжка и дамаг хороший причем. Обычно после десятого этапа тебе очень сложно все еще, как бы, ты, в принципе, зачищаешь локацию, но выносить химер тебе тяжело. Сейчас, в принципе, мы и с ними неплохо справляемся. Нам дамага хватает, то есть сильный залег вполне. Так, тут взлозит две колонны, такие есть. То есть не придется заряжать какие-то тяжелые колонны. Может быть, с кровавой вообще там будет еще две и туда вообще будет халява. То есть он с мозгожором, в принципе, за счет того, что это элитки, у них и часть хп гиллитина отсекается, да, и мозгожор прокается, я начинаю с пхкм очень легко спавнить. спамить. Да и за них, может быть, зарядки дают даже много. Не уверен. Чем ближе к нитям сильнее отталкивает, но он постоянно приходится на мой прыжок, лично вообще. Но на таких местах опасно. еще одна, ни хрена себе, три отталкивающие колонны. Отталкивающие, это не самые простые, вторые на, после кровавых. И то кровавые могут быть опасностью, а у меня нет больных пасти и прочего. Нет регены какого-то. Но чаще всего даже так, они нормально. Отталкивающие тоже приятные очень колонны. Несеместность удобная вполне. Ну так, типа вроде как неудобно, но тебе есть много мест, где есть скрыться от врага. Зачастую враги не могут на тебя достать. На удивление мое, гораздо лучше от локации проходит, чем я ожидал. Я помню кем-то я, то ли акридом, то ли, то ли не акридом я проходил недавно, где я минут 15-20 здесь провел и дико-дико намучился. Помню за акридом все-таки. За командой аскрид мог получать за акриды, либо за паладина. Кстати говоря, может быть за паладина я намучился, не помню точно. Так, поехали. Так, главное, что плетающих не было особо. Кстати, мы как-то пододжи побегаем. У меня пока я бегу, соответственно, у меня грибочки работают, да, и они, видите, меня хил именно тот дают, который лечение, а не восстановление. Поэтому они спокойно восстанавливают, заполняют, покров заполняют, барьером меня. Вот так побежали, прыгаем. Да, притянула. Пожалуйста, можно меня вот подальше как-нибудь, а? вот сюда. Где я? Капец. Ну, эрка, странно, странно тебя выкидывать достаточно. Вряд ли тут можно эркой улететь наверх, прямо. Вот, черт, я кряво прыгнул. Блин. Пожалуйста, нужную точку. Крен там плавал. Ладно, давайте по человечке заберемся уже. Без прыжка некомфортно, да. На Митриксе что будет, не знаю. Первый фаз должен быть нормально. Мы можем позволить себя получать урон, но что будет дальше, я думаю, что я после своей эрки он меня молотом заденет. Вот, вот что может быть. И он меня заденет, особенно если у меня не будет шифта на готове. А шифта у меня не будет, потому что я буду юз с перед эркой зачастую. То есть, возможно, что он по мне просто молотом вертикально так и по земле вот так вот попадет хорошенько. Не знаю, это вот предположение, я не понимаю четко, что с этого он может мне конкретно так навредить. Вот я разведел свой ПКМ и все, он у меня больше не зарядится особо. Страх наложить. А на нем страха нет. Может, Митрикс бесстрашный, потому что он ничего не боится. Да, на нем дебаф страха не накладывается. То есть, дебаф страха, скорее всего, он работает на боссов полноценно, и они начинают от себя убегать. И чтобы на такого на Митриксе не было, на нем это не работает в принципе. То есть, скорее всего, обычные боссы тоже себя атаковать не будут во время страха. Если так, то это очень жирно. Тогда здесь это чисто получается как маневр использовать. Тогда не надо мне накладывать страх перед РКой, например. Но я чуть теряю вдвойне потенциала. Еще можно РКой уходить, кстати говоря, от его прыжка, от его удара тоже. Типа у меня собираются ударить где-нибудь, а я беру Юзу-РКу. Промазал. На третьей фазе может быть получше станет, потому что там появятся мобы. Они и прокать там всякое нам будут и еще такое. А проблемах особо они доставлять не должны, потому что мы их выносим быстро. Нет, в этих фазах не будет проще. Но мы выносить возможно будем эффективнее. Ну, что я пытаюсь сказать. плохо то, что я мало бегаю и из-за этого у меня барьер не набирается практически грибочки, как я планировал. Блин. Добить. Кемер, 5402 хп. хорошее хп. Теперь 207 тысяч. Как-то они так не сразу появились прям. 5000 хп, я не знаю, какой это будет. Маленькая, наверное, самый. Вот по ним одну выношу. Как-то у меня все быстро перезаряжается. Вот все потратил. А, из них 3, потому что появляются. Да. За них хорошо дают, то есть. Коряво, блин, слишком далеко. Ты, блин, как-то я хотел немножечко влево, а в итоге вернулся чисто на него. Как, можете, не хочу жить. Так, он в центр убежал, да? Так, прождали. Сейчас он пиццу юзит. Чутко попал, прям вообще. Он мне снял половину хп, да? Как бы половину весь барьер снял практически. Ну, это надо понять, что он меня под опалом ударил. Под броней в 500 единиц или даже больше, если мне там несколько опалов. А, или у него кулдаун там идет. А, нет, стоп. Опал 100 брони дает? Почему я думаю, что он 500 брони дает? Ладно. Ладно. Тогда вопрос снимается. 300 брони было, значит. Я, почему-то, реально думал, что опал дает 500 брони. Не знаю, почему. Может, он раньше столько давал и стакал, с у него время? Вроде нет. Типа кулдаун. Не знаю, почему-то я думал, что он 500 брони дает. Блин, тяжелый, не рассчитал. Он под броней был. Можно вверх залететь, но я не буду здесь тусить. Тоже он сейчас подо мной. Соответственно, сейчас по мне пиццы пролетится еще как. Надеюсь, что нет все же. Я уж контролирую. Да, да, да. Ожидал, что сейчас он там сзади меня. Я понимал, что он скорее всего там замахивается. Просто когда уже много раз с Митриксом сражался, уже понимаешь примерно его поведение. его тайминги. Так, нужна барьера. Набрать. Так, он опять прыгнул. Не успею добежать до него. Ладно, не буду даже кататься. Давай, 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 пиццу из-за уже. Я не буду тебя обойтись. Не буду подходить. Можно было забойтись его на мире атаку, конечно, сейчас. Но не стал уже. Не хотел потом от него бежать. Вот сейчас я зря использовал. Сейчас он вкус. Скоро. Так, не нормально. Интересный бой такой, знаете, частично милей, частично дальней, больше дальней, конечно, но тем не менее, смотрите, эрку хочется юзать. Вот на третьей фазе, блин, вот Митрикс, реально первая фаза сухая у него получается такая, вроде просто, на этом этапе, да, по предметам ты его выносишь за счет маневра, за счет прочего. Но как-то сухонько, не такой интересный бой. Вот на том персе было интереснее играть на первой фазе Митрикс, потому что ты вот прям хочешь агрессивно так действовать, вы там, как сравнив такие соперники, примерно, да, как за Мерс на первой фазе, там интересно достаточно. А вот здесь интересно, когда у него появляется прислуга как раз-таки. Эффективнее начинаешь действовать ты. Так, окей, он сейчас будет Сюрикены кидать, соответственно, я не помню, что у него еще есть страшно для меня, у него есть базука. Он уже юзает, окей. Так, отойдем. А у него, блин, я не помню, это ПКМ у него или нет? Где-то шифт. Сюрикены мы забрали, нет? Сюрикены не забрали. В целом, в последней фазе у него проблем особо нет. Проще, чем на команду, очевидно. Потому что больше дальнего боя. О, Дио появилось, отлично. Ну, он, конечно, метит по нашим дронам, поэтому они меня здесь сильно спасли, даже он у нас не переагривается вообще. Мы его легко вынесли. Окей, честно говоря, я не думал, что этот забег дойдет до победного прямо так настолько. А где мои? Мне не зарядили ничего, кстати. Ват? Я бесконечно не вижу, ведь макул дал. Один написано, и типа все. Возможно, что это специально за Митрикса сделали такую пасхалку, что после Митрикса у тебя вот так, у тебя бесконечный, так, пожалуйста, без этого. У тебя бесконечный ПКМ. Я даже не знаю. Мне интересно, это реально так задуманно, или это у меня бак какой-то, а что там типа из него вылетело много шариков, ну там должно было зарядить на 10, наверное, да? А можно там умел суть и потом настолько много души в Митриксе настолько много энергии, что вот я теперь бесконечный ПКМ идейный тип так сделали. И знаете, что, ребят, я сделаю? Я пойду на Войдлинга. Почему бы и нет? Большая серия, конечно, получится, но такой полноценный обзор персонажа получился на целом успешно. Я считаю, это уже забег более-менее таким победным. На Войдлинге не уверен, я думаю, что вот на Войдлинге реально много шансов слиться, потому что там, опять же, его атаки вот эти, которые, блин, хоть они ничего делают с ними, которые хрен задолжишь. И у меня нет прыжков всяких, нет такого маневра. А, смотрите, вот оно! Да, ребят, это так задумано, это не баг. У нас баф в статах. Бесконечная, видите, такая баф, экзекью, селонер, суперчардж. Ну, суперзаряд, короче говоря, там значок бесконечности и стрельба. То есть у меня действительно бесконечная стрельба вот эта идет. Эрка на полдава находит. Именно на ПКМ. Прикольно. То есть мы именно за Митрикс и получаем вот такую душу. И прикол в том, что это как бы такая символическая штука, скорее всего, но сейчас мы это можем использовать, потому что у нас есть Водлинг еще после Митрикса. Это как бы будет сильно на нем, но я думаю, что на все равно недолго я успею поиспользовать. А может быть, я и недооцениваю забег наш. Вы гладите лягушку. Десять раз гладим и ее идем на Водлинга. Надо мне потом себе Лунаров прописать, чтобы можно было их использовать так. Портал абсолютно пустота. Так, мы что, сюда пришли, что ли? Такая забавная, не знаю, что тоже так приятно. Не знаю, меня прям очень порадал перс. В целом, в совокупности. И даже по отдельности у него такие интересные стучки, но в совокупности вообще лепота. Надо постараться добежать до него побыстрее, да? Я не знаю. Мы бегаем не быстро. Очень хорошо могла бы зайти активка на инвиз. Чисто прятаться от его снаряда, если они не будут тебя находить в инвизе. Водлинг, давненько я тебя не видел, но у меня дальность атаки мои не бесконечная, поэтому, ребят, мне надо бы именно подходить. А, закончилось? Или что? Закончилось? Оно закончилось, реально, ребят. Оно закончилось. У меня баф пропал. Он исчезает при выходе на следующую локацию. Я как раз так думал насчет этого. Надеюсь, что это будет не так. Охренеть. Ну вот чем Войлинг опасен. Вот этими долбанными снарядами в первую очередь. Так, лазер. Нет, не лазер. О, он чисто попадает вот в эти штучки. Он в конце еще оставляет в стереолужу. Я про это всем забыл. Сейчас скажу. Так, он же... Я не помню, он через текстуру попадает или нет? Забыл, но прощали. Надо все-таки ниже отходить. О, попадает. Еще как. Не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, не надо так. Так. Ну, вроде, все мило пролетело. конечно путика тихо тихо нет 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 без у него так несколько раз еще выносить а вот это лазера у нас старает краски не выстрел по лазера я уже задолженность какая-то как уже давненько не у него читать когда в последний раз запись на нем было вот тогда и это было еще до шефа несколько месяцев на как минуту всех она надо потому что в один подождать него даже не можешь я считаю что метрикс это гениальный босс который вот в разных забегах оставляет сложность какую-то он остается интересным с ним бои такой знаете не сломанный структурированный новый link это жопа вот это вас чисто знаете какой который более классический к обычным боссом просто туши которого надо снести которая не знаю метрикс особый а вот это станец про снялку я тактики прямо реально хорошо работающий нет ждем в принципе они так сильно меня бьет но все равно как я не люблю вот практически никогда я не был на этом этапе без всякого всякого хорошего маневра прямо без перьев здесь прям беда платформы движется туда-сюда ускоряться нельзя потому что ты улетишь хрен-хрен пойми ты уже куда нет 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 я щас умру здесь вы серьезно они слишком слишком быстро меня обратно возвращает я не рассчитываю на это и в итоге убегаю дальше а мне сейчас нужно юзать уже скорость бега потому что понимаете проблему да у меня грибочки единство за счет чего я сейчас живу нет нет снова я ненавижу этого босса я впервые умер в этом месте но серьезно у меня скорости бега было настолько много что я не мог двигаться на скорость на на бегу вообще никак не было прыжка потому что он улетел в пользу базуки и сам босс и межфазы у него и то и другое неприятно надо было не торопиться изначально это файл но честно скажу не особо обидно вот серьезно такой максимально дурацкий слив но не обидно потому что за бегом я доволен а боссы тут летом так или иначе все равно очень интересный перс честно скажу здесь непонятно файер аркс у флайкин форвард такой-то там что-то там что-то с молнией связано черт его знает как-то будет работать посмотрим другой раз тоже следующий раз мы сыграем за альтернативного команда с альтернативным навыкам ну то есть как у заображен команд с альт навыками мне писали что эти навыки очень интересные особенно эрка вот она прямо очень любопытная у него и сальт скином соответственно пишет свои мысли касаемо ребят этого персонажа жалко что мы его журнал не добавились не услышали его фразу по победе да ну чё поделать что я могу сказать на бойлинга называется решил вернуть пойти в я думал что у меня пока я мы тут будет работать если честно дальше а такой у него смысл типа зайти телепорт только потому что ну походу именно так его решили и решили так идейно сделать а вот при прикосе что штабах не сохраняет к сожалению пишите мысли ребятка сами персонажи как он вам кто играл может писать свои мысли тоже в том числе но не пишите к самым альтернативным к мы еще так или иначе сбегом за него может написать касаемо платформы как и не потом плиты для артефакта как ее чё вообще-то мне кажется поищу еще сам но не верну что там это написано реально здесь есть какой-то артефакт если есть как вот открыт то что я бы с ним сделал посередине когда на этом на сегодня все мне офигенно понравился перс то есть на вот вот он чисто вот уникальное что-то особенное новое и причем много нового выносите интересный геймплей сбалансированный такой прям и хорошо это все работает имеет смысл выверенно хотелось бы альт навыки на него еще вот чтобы узнать единость это поддерживает такого же качества я доволен всем спасибо за просмотр ребят с вами был как всегда леоми подписывайся на канал я буду очень рад вам спасибо всем кто проект актив застрелять в комментариях это видео собственно будет будет очень приятно мне вступать до серии скоро ребят если пообщаться на кнопку сыграем что 50 тысяч чего но я желаю всем в хорошем стране такого дня всем удачи до встречи всех вкус и всем пока пока